Продолжение следует... Ну что, начнем мы историю о том, как мы начали свой путь. Это рассказ, это как бы true story о том, как зарождался серфинг на Камчатке, как он перешел уже в Россию и как наше место привлекает и до сих пор, ну как бы очень серьезно со всей страны ребят, иностранцев, какие-то проекты. Вот, поэтому под ваши бурные аплодисменты мы начнем. Да, спасибо, что приехали, потому что мы там недавно были в Мурманске, в Териберке, вообще потрясающее место, там добираться гораздо проще, и это всегда респект, когда в Москве собираются ребята послушать там каких-то непонятных людей, с Камчатки там неважно откуда, вот, поэтому вам огромный респект. Итак, начинаем. Вам видно фотки, все видно. Ну, на самом деле, мы с вами перенесемся, как бы будем переноситься очень давно, это 96-й год. Есть там 90-е тут вообще? С 90-й кто-то есть? Так, чтобы не палиться сколько лет там, типа. Вот, ну, на самом деле, скажем так, серфинг вообще, в принципе, о чем мы сейчас будем говорить, это никак не мочилось, ну, как бы ни по каким критериям к России, там, к каким-то городам нашим, да, регионам, тем более к Камчатке, как бы в те годы, это было, ну, в смысле, вообще никто об этом не знал. Вот, но каким-то случайным образом ребята на Камчатке занимались сноубордом, развивали его. Начался он с 92-го года, свое развитие. И вот на этой фотографии Максим Балаховский, это тот парень, который начал развивать сноуборд на Камчатке, и уже потом об этом узнала вся Россия, вот, и, представляете, у них просто была мечта скатиться на сноуборде. Они на тот момент, в 90-е годы, конечно, очень отличались от людей, которых видел я и мое окружение, потому что, ну, если бы там Москва, да, понятно, тут всегда все, как бы, ну, очень быстро, там все, вся информация быстро долетает, какие-то тенденции. Вот, до Камчатки, естественно, это все доходило, и в том числе, и финансовые истории тоже, ну, в плане субсидий и так далее. Поэтому для меня 90-е годы запомнились очень-очень голодным каким-то временем. У нас выключали отопление, вырубали свет, все было по расписанию. Я, там, будучи подростком, вообще не понимал, что происходит, как бы, ну, мы когда-то будем жить вообще нормально или нет. Вот, и представляй, бандитизм жуткий, и во всем этом, ну, как бы, нонсесе, во всем этом парадоксе зарождался сноуборд. И это для нас было как, ну, что-то особенное, что-то, ну, просто вдающееся, когда мы видели, когда люди идут с доской в какой-то одежде непонятной. Вот, и у ребят была мечта скатиться летом, тоже я вообще не понимаю, откуда они ее взяли, вот, ну, почему-то она у них была. Скатиться на вулкане на сноуборде и в этот же день прокатиться на серфе. И мой друг из Москвы сделал серфборд, блин, в то время, представляете, сам вручную сделал доску, которая у нас в лагере, это уже музейный экспонат. И эта доска, ну, как бы, на самом деле отвечает еще всем критериям, вот, нынешним сейчас. То есть на ней можно кататься. Это просто удивительная тема, как он это все сделал. Вот, он им их подарил, там, через, ну, через ребят отправил. Естественно, у ребят ничего не получилось, потому что никакой информации о серфинге вообще, что это такое, как это все делать, ни у кого не было. Они просто взяли эту доску и пошли в океан. Вот, там, Максим Болховский чуть не утонул. В общем, они супер стрессанули и такие, нет, серфинг точно не наше. И из этой доски сделали благополучно скамейку для, ну, когда меряешь обувь. Они, кстати, магазин назвали тоже Камчатка Сёрф почему-то. То есть ребята настолько хотели заниматься серфингом. Мы, конечно, занимались сноубордом, что магазин, первый бортшоп в России, ну, там, один из первых в России назвали Камчатка Сёрф. Вот, я уже подростком заходил в этот магазин, потому что мне очень сильно хотелось познакомиться с этими ребятами. Они были как какие-то, не знаю, суперлюди на Камчатке, потому что они катались на каких-то снежных досках. Вот, я видел эту серф. А на самом деле, почему я уже в этом разбирался, потому что в восьмом классе, помните, еще были видеомагнитофоны? Помните? Сейчас тоже сразу спалитесь о возрасте. Вот, были видеомагнитофоны, и был такой прикол, все менялись кассетами, там, типа, на боевик, на фантастику, там, и весь двор там менялся кассетами. И вот случайным образом ко мне в руки попала кассета. Это был фильм в серфинге, который назывался, это не этот, как вы, не на гребне волны, как большинство всегда думают. Типа, на гребне волны насмотрелись и стали кататься. Нет, это был фильм в руках божьих, он назывался, снял его Залман Кинг. Такой он в те годы снимал эротику, я вообще не понимаю, почему он переключился с эротики на серфинг. Вот, ну, картинки красивые там были. И вот, когда я это увидел подросткам в 90-е, да, о чем я вам говорил, когда, ну, как бы, реально голод, выключают отопление, электричество вокруг бандиты, какие-то гопники вырастают. Ну, в общем, и когда я эту кассету, ну, как бы, увидел фильм, там, подключил его, делал гонофон, все, там. Случилось какое-то волшебство, меня прошибло с ног до головы, и я просто офигел, думаю, как это вообще такое возможно? Человек на какой-то штуке, доске едет по волнам, плюс у них там философия какая-то была, они что-то там рассказывали о каких-то, о каком-то поиске волны, какой-то супер, там, необычной. И мне почему-то это так все поразило, что этот фильм смотрел миллион раз, блин, там, ворвалась пленка, я ее переклеивал скотчем, ну, помните все эти штуки. Вот, и с того времени, с того времени я не мог не успокоиться, не вообще, не на день, я просто хотел попробовать эту, ну, эту историю и понять, о чем эти ребята говорили, почувствовать, о чем они говорили, вот, и все, и с того времени я, короче, до сих пор не успокаиваюсь. Вот, ну и что, и шли годы, и получилось так, что я все-таки познакомился с этими ребятами, которые, ну, к ним вообще невозможно было, ну, поступиться, потому что, например, Максим Балаховский в 90, не буду вас, как бы, обманывать, не помню в каком, в 98, скорее всего, участвовал здесь в соревнованиях в Москве, в центре города у вас, когда еще приезжала группа Продиджи, и он там с иностранцами, Продиджи, знаете такую группу, я надеюсь? Да. Все, наша аудитория, погнали дальше, он выступал, как бы, вместе, ну, поет Продиджи, они прыгают на соревнованиях с международными какими-то звездами, ну, и для меня этот был парень просто нереальный, я, ну, к нему за километр точно не подойдешь, вот, но каким-то чудеснейшим образом судьба меня с ним свела, с его компанией, и я втянулся в сноуборд, мы стали кататься, с ним снимать фильмы, и, в общем, я супер благодарен, что так получилось, и я вот этих, ну, они старше меня, и уже я вот этих дядек, которые постарше, уже мэтр сноуборда, у них там какие-то магазины, какие-то базы они начинают строить, я все-таки уговариваю попробовать серфинг еще раз, потому что я мечтал о нем с восьмого класса, вот когда увидел фильм этот, а в воду зашел там, ну, типа, 20 или 21 мне было, ну, что-то такое, честно не помню, ну, то есть лет 10 конкретно я мечтал об этом, и уже уговорил их, мы приехали на океан, это вот фотография, вам же нормально все видно, да, 2005 год, но мы зашли раньше в воду, это когда уже мы стали это фиксировать, там, 2004 мы зашли первый раз, и вот на этой фотографии видно, как три дяденьки стоят вокруг одной доски, как вы думаете, почему? Да, все верно, это прозвучит дико, но на тот момент это была одна доска, вообще, в принципе, мне кажется, даже в России еще досок не было, и мы катались по очереди, вот кто-то катается же на серфе сейчас, там, путешествует, ну, там, в лагеря разные, и для вас это уже, как бы, ну, там, взял такую доску, такую любую, длинную, короткую, неважно, но мы катались реально по очереди, сидели вчетвером на берегу и ждали, пока друг накатается, и всегда это бесило, когда кто-то долго катается, думаешь, блин, козлина, выходи скорее, почему ты так долго, а тот, кто в воде, думает, не, не пойду, ну, потому что заберут доску и очередь, там, из четырех человек, как бы ждать опять, вот, было крутое время, это время открытий, мы не знали, как вставать на доску, как вообще ловить волну, но, знаете, случай, да, видите, этот, раскладушка Моторола, помните такую, вот, это, кстати, вот Максим сейчас, директор альпиндустрии на Камчатке, сейчас магазин у нас открылся, вот, и на самом деле, когда мы первый раз приехали на океан, даже, вот, ну, это уже было целое событие, из города доехать до океана, потому что это сейчас все просто, там, 20 минут, классная дорога, а на тот момент это реально была экспедиция, мы там собирали, брали с собой чай, что-то рюкзаки какие-то, разную одежду, вообще, как будто мы реально улетаем куда-то надолго, вот, я помню самое главное, что произошло со мной, когда я взял доску в руки, я об этом мечтал 10 лет, вот, представляете, на меня одели какой-то водолазный костюм, ужасная погода была, просто, там, какой-то дождь, морозь, ветер, естественно, мы никакие прогнозы ничего не смотрели, нам это, ну, как бы, не нужно было, вот, я помню, как я взял доску в руки, в принципе, уже все, для меня это все случилось, я серфер, вот доска, я шел так плавно по песку черному, это уже, в принципе, мне ничего больше в жизни не нужно было, и когда я зашел в океан, случилось самое главное, ну, там, одно из главных моих в жизни, что со мной произошло, это любовь безответная, вообще, ну, просто максимальная, это вот, как, знаете, в школе, когда первая любовь случается, ты там влюбился в кого-то и такой, блин, там, полгода просто не подходишь и все об этом переживаешь, вот, примерно, были такие чувства, я зашел в океан, я понял, что что-то со мной произошло, меня как-то это все окунуло в какой-то процесс, я чувствовал там эту воду, мне, в принципе, было неважно, потому что серфинг, он был, ну, как далек от какого-то серфинга, как мы видим сейчас в кино, там, все едут по волнам, это уже несколько лет прошло, мы так могли, вот, но я помню это чувство, скорее всего, это потому что, ну, вся вот эта жизнь, которая была за спиной, она там нагнетала, там, Камчатка, этот отдаленный регион, вот это все, чем заниматься в жизни, там, я, в общем, зашел и так растворился и понял, что, блин, вот это, я хочу тут быть больше, чем на суше, вот, и это, и дальше со мной произошло, я сходил с ума, мне хотелось просто приехать на океан, а доска-то проводник, то есть причина из-за того, что захожу, вот, и мы потихонечку стали осваивать волны, еще не волны, а пену, естественно, какие волны, да вообще-то даже через лет 10 уже случилось, вот 2007 год, видите, это уже там три года мы приезжаем на пляж, он тогда абсолютно был дикий, никто туда не приезжал и нафиг он никому не нужен был вообще, в принципе, этот халатирский пляж, вот, получалось у нас очень все медленно, мы приезжали 2-3 секунды и поднимали руки от счастья, что вообще мы это смогли сделать, вот видите, мы еще шорты одевали, на тот момент, вот, это уже две доски, пожалуйста, 2007 год, да, это там привезли, тоже ее друг привез там из Европы, по-моему, или откуда-то, мы одевали шорты, мы, потому что нам хотелось, вот видите, классная фото, тут прям видно, красные труселя, смотрите, какая красивая волна, труба, я просто, мы смотрели на них и я вообще не понимал, как туда зайти, вообще приблизиться к этим волнам, потому что они были похожи на то, что я видел в кино, там, в журналах, я уже стал изучать эту культуру, потому что, ну, без ума фанатился, по ней фаначусь, и нам казалось, что когда мы одеваем шорты, вот, кстати, костюм водолазный, тут вот он застегивался, короче, чтобы его одеть, мне помогало два человека, вот, а потом мы узнали, что просто те, кто катается в шортах, это куки, куки, это в сленге серфинга дурочки, придурки, которые вообще ничего не шарят, а нам наоборот хотелось, типа, в шортах, классно, вот, и, блин, мы настолько не понимали, как это все делать, и нам было страшно, представляете, там, ребята старше меня, там, намного, и они еще больше, чем я боялись, и они не заходили в воду, мы как только чувствовали, что, ну, дно, как бы, пропадает, все, истерика, типа, быстро обратно, и поэтому очень долгие годы мы гоняли на пене, плюс еще доски короткие, и вот так это классное время, время открытий, время исследования пляжа, потому что для нас передвижение даже по пляжу, там, километр туда, километр сюда, было, как целая экспедиция, и был какой-то романтизм, видите, 2008 год, ничего не меняется, там сзади волна классная, а мы пенные войны, я так это называл, вот, мы, это уже у меня гидрокостюм, репкерл, пожалуйста, ну, можно рекламировать или нет, но он у меня просто, я на него молился, что я купил его в Москве, когда здесь открылся магазин в 2000-х там каких-то, вот, супер крутое время, но, к сожалению, оно прошло, потому что эти взрослые дяди, которые в моменте мне поверили, я им говорил, чуваки, серфинг, блин, все, надо приезжать на океан, сноуборд, серфинг, все супер, мы как, типа, в Калифорнии, вот, к сожалению, они остыли к этому, потому что, почему? Да, блин, ну, конечно, представьте, прошло 6 лет или там 5, а мы едем 2 секунды на пение, они уже стали выезжать там, и другие ребята, которые приезжали в регион, туристы там, да, наши общие там друзья, они говорят, да, блин, вы что, во Франции крутые волны на Бали, Камчатка, это вообще не про серфинг, это, ну, это не так, вы занимаетесь фигней, и, конечно, они остыли, а я остыть не мог, потому что, ну, как вам объяснить, вот, наркоманы есть в зале, да, там, типа, или, не знаю, вот, что вы любите больше всего в жизни, не знаю, вот, там, ну, там, пирожные, вот, я еще пирожные люблю очень сильно, не знаю, ну, кто чем занимается, вот, что вы любите, не можете это бросить никогда, и вот у меня то же самое было, у меня была ломка, я ложился спать, мне снились волны, я вставал там утром уже в реальности, видел какие-то тоже океан, мне все чудилось, что я где-то катаюсь, вот, и я понимал, знаете, что самое главное, что как вот эти парни, которые в кино и в журналах, я никогда в жизни не смогу, потому что я просто посчитал, сколько мне лет сейчас, и когда я пройду в трубе, это будет, наверное, в лет 60, но тогда мне будет уже вообще не до этого, я просто этого не смогу сделать, вот, я думал, ну, для меня эти люди были какие-то просто волшебные, фантастические, нереальные, что они так делают, я понимал, как это тяжело, и вот ребята бросили, я не мог, как я вам это говорил уже, и в этот момент я увидел, опять же, на видеокассете фильм про вот этого парня, ну, то есть мужчину, вот, ему сейчас, по-моему, 60, там, что-то с чем-то, это Том Карен, и он, оказывается, был на Камчатке в 2003 году ровно за год, там, когда я зашел в океан, вот, это икона вообще, ну, мирового серфинга, на него там равнялись Кэлли Слейтер, Джорди Смит, если что-то вам не говорите, ну, фамилии, то пофиг, вот, если что-то говорит, то класс, ну, Кэлли Слейтер, например, 11-кратный чемпион мира, вообще, это инопланетянин, до сих пор его, ну, про него так говорят, вот, и 2003 год, Том Карен, я увидел, как он катается по нашим волнам, и я такой, о, боже, серьезно, это вот Камчатка, это едет он, и я такой, блин, то есть, то, что мне говорят люди вокруг, про волны, про то, чем я занимаюсь, что нужно это бросать, это не, ну, как бы, это все стрёмно, это у тебя не будет получаться, я когда это увидел, такой, так, ребята, подождите, вы не правы, нифига не так, вот, смотрите, дядя умеет, он могет, вот, это красивая фотка, у меня, кстати, есть доска, его, ну, его модель, типа, она тоже там, у него прокат музей сейчас есть, у нас в лагере, вот, и я понял, что нужно просто заниматься этим чаще, тренироваться как-то, но, естественно, на тот момент не было никакого проводника, какого-то человека, который тебе подскажет, я просто учился по видеокассетам, по журналам, вот, потом мне, привет, ребята, потом мне попал диск в руки французский, и там ребята объясняли, как вставать на доску, как заплывать за волны, это все было по-французски, естественно, ничего не понятно, вот, но, ну, как бы, биомеханика и вся эта история тела там, я примерно понимал, вот, и что случилось дальше, от того, что я увидел Том Карна, как он проезжает по волнам, я не успокоился, еще больше, и думаю, так, что же, а одному, как бы, стрёмно кататься, ну, во-первых, как бы, страшно и опасно, потом никто не видит, как бы, не с кем поделиться радостью вот этой, что что-то получилось, какой-то вот, ну, такого-то сочного вайба, его нет, я такой, так, ну, надо, с этими, со старшими не получилось, переключусь на сверстников, типа, может, на друзей, может быть, получится, вот, и вы знаете, блин, получилось, я стал переключаться на своих друзей, это, конечно, выглядело иногда очень странно и безумно, потому что я чуть ли не за руки там и говорил, блин, чувак, серфинг, это так классно, рассказывал какие-то вещи, что со мной происходит в океане, она меня смотрели, вот, как на дурочка просто, что он там чувствует, что вообще, зачем это ему надо, вот, но, тем не менее, у меня получалось, и я потихонечку стал колотить какую-то, короче, коммуну, ну, типа, небольшую, да, не-не-не, это выглядит как секта, это, это у нас был, ну, как там, мини-фестиваль в 11-м году, по-моему, да, где мы, была там йога, что-то, короче, какие-то тренировки, но побольше, ну, короче, все бухали, это вот те, кто, ну, тогда была такая мода, как бы, тусоваться, там, алкоголь, вот, и на океане приехало там 100, даже больше человек, естественно, из них там 3-3 серферов каких-то, вот, остальные все тусовались, и вот эта фотка просто те, кто не пили в этот день, вот. Я стал проводить какие-то лекции, рассказывать о серфе, стало получаться, обрастать какими-то друзьями, которые вообще там, ну, я не знал там на Камчатке, это вот так выглядели первые уроки, да, там, в 12-м году, и уже называлась школа там Snow Wave, название родилось очень быстро, на самом деле, потому что я занимался сноубордом, уже работал там тренером, инструктором, и подумал, блин, как же круто, вообще, Камчатка, что за место, ты зимой можешь кататься на сноуборде, а летом на серфе. Вот, например, софт, который вот был на фотке, вот этот, на нем даже написано, смотрите, гетто, там, ну, надпись гетто, это я его притащил с Бали, и когда я покупал его на пляже у местного чувака, и умолял его продать мне эту доску, вот, и сказал, куда я его везу, он сначала такой, вообще не понял, что за, ну, Россия, понятно, Камчатка, а когда я показал, где это, он такой, да, да, ладно, ну, ну, говорит, ты, наверное, первый псих, кто софт везет с Бали на Камчатку, да. И вот так потихонечку мы стали, как бы, жить на океане и показывать весь этот, как сказать, лайфстайл какой-то, и люди в городе говорили, блин, прикиньте, там на океане живут какие-то хиппи, и у них доски, вот, конечно, вы можете, вот сейчас, конечно, кто был в лагере и к нам приедет, это мы сейчас вернем, ну, спустимся туда уже, все выглядит уже не так, но даже мобильная связь не брала в этих местах, вот, я выбрал спот, который более-менее подходил нам под, ну, как бы, под начинание и для продолжающих. И вот так мы жили, воды нет, электричества нет, вот эта раздевалка у нас одна, уже тогда люди приезжали из России, и тогда, знаете, очень быстро была переписка, там, типа, на почту приходила или там по телефону, алло, привет, приеду 12 июня, я говорю, окей, приезжай, на этом все, вот. Вот, больше никаких вопросов никто не задавал, и потихонечку мы стали транслировать этот пляжный, пляжную жизнь, и самое главное, ну, как бы, до сих пор мы это делаем, мы разрушали стереотипы, которые люди, в умах людей были и до сих пор есть, и даже здесь, в Москве, если вы подойдете и скажете к человеку, а ты знаешь, что Камчатка или там, сейчас уже на Сахалине, там, на Владивостоке есть серфинг, и, как бы, он очень мировой и качественный, сейчас скажут, что, какой серфинг, это же труба здоровая и парень в шортах волосатый, вот, да, и это было классное время, я вдохновился и думал, блин, получается, что-то даже кто-то уже приезжает, я провожу уроки и не беру даже за это деньги, там, зачастую, вот, весь этот вайб, мы все-все-все, все пошло, я слетал даже на Бали, и Бали очень сильно тоже меня торкнуло, потому что, когда прилетел, и первое, что увидел в аэропорту, это баннер огромный, и там чувак едет в трубе, я такой, ого, ну, типа, нифига, это настолько тут серфинг, вот так, потом увидел, как люди на мопедах ездят с этими досками, кафешки какие-то, куча магазинов, представьте, у них магазины были, ну, типа, у нас доску ты, ну, на Камчатку доску ты никогда не привезешь, костюм тем более, вот, а тут это все в изобилии, и был момент даже, когда я подумывал, да, блин, нифига, тут так классно, остаться, может, здесь, и было предложение там работать в школе, но, вы знаете, я подумал, захотел, блин, так это же Камчатка тоже классно, мне так было, ну, как бы переживал за свое место, что, да, нафиг это Бали, я хочу, чтобы у нас так было, ну, не столько много людей, конечно, как сейчас там, вот, но мне хотелось именно, чтобы это культура, потому что нам повезло, типа, от города океан 20 минут, представляете, вот сейчас вы бы завтра просыпаетесь на 8 марта, такие, выходите с подъезда, и такой, так, пойду-ка я на океан, 20 минут это на океане, представляете, какое-то счастье, вот, но был переломный момент в жизни, потому что я, как бы, рос, вокруг меня ребята, да, они верили, что серфинг, так классно, Антоха молодец, продолжай дальше, но мы тут у нас, как бы, уже работать надо, как бы, серьезно, и дела какие-то, и вокруг меня ребята обрастали какими-то статусами, социальным положением, там, финансовым благополучием, мои же, вот, ну, там, сверстники, вот, вот, а у меня этого всего не было, потому что я мечтал о другом, и мне, в принципе, нафиг ничего не надо было, вот, и родители нагнетают, там, блин, ты что, сынок, ну, чем ты занимаешься, блин, ну, какой серфинг на Камчатке, прекрати, ну, это невозможно, нереально, никакого будущего не будет, и случилось именно в этот момент, когда мне было плохо, когда я думал бросить это, заняться чем-нибудь, не знаю, я тоже работал дофига где, начиная от грузчика, там, заканчивая помощником юриста, вот, кем только не был в этой жизни, вот, и в 12-м году приходит письмо вот от этого человека, 12-й год, это Крис Баркарт, и неважно, что это имя вам ничего не скажет, я скажу об этом, вот, это один из самых топовых до сих пор фотографов в мире, серф, тревел, там, и так далее, wild, вот, это очень громкое имя, потом загуглите его инстаграм, у него целое вот такое здание, типа, где работает очень много людей, и он формирует там контент, путешествует по всему миру, вот, классный дядька, и он написал, Антон, привет, уже тогда был фейсбук, соцсети, инстаграм, только-только, вот, по-моему, начал появляться, или появился уже, и еще mail.ru было, пришло, ну, туда письмо, да, он сказал, Антон, будь нашим серфгидом, мы там видели, вот, что у тебя страничка, следим за тобой, я, чего, а я знал, кто это, ну, реально, потому что я, как бы, про них все знал, я там не знал про вас кого-то, допустим, а про них там все знал, и он пишет, что мы прилетим, будет нашим серфгидом, я такой, серфгидом, серьезно, я, ну, а серфгид, это, грубо говоря, человек, который показывает лучшие места и отвечает за весь проект, потому что абсолютно все, что снимается и, ну, как бы, делается, это зависит от человека, который разбирается в погоде, ну, в природных всех этих явлениях и, естественно, в волнах, вот, на тот момент я, конечно, серфинг у меня был не мирового уровня там, вот, и никакого, но в этом я разбирался, как бы, в природе, потому что работал очень долгое время с сноуборд-гидом, там, вертолетным и там, и так далее, вот, и эти ребята, он скинул мне список, кто летит, а там, что не имя, то, как бы, суперзвезда мирового серфинга, я такой, о боже, они прилетят на Камчатку ко мне, вот, и это было фантастическое событие, когда на пляже, на пляже мы встретились, и я увидел ребят, это вот, например, видите, такой, похож на Yeti, Dengo Daskas, это одна из самых, чуть ли там неизвестных серф-семей в Калифорнии, ну, в Америке, он там в третьем поколении серфер, вот, и я это все знал, читал про них, это Ben Wild, он зародил проект Arctic Surf, который называется, и он, в принципе, они начали пушить зимний серфинг по всему миру, то есть там снимали в Норвегии, в Исландии, в Ирландии, сейчас это такой тренд уже, вот, Кит Мэллоу, такой бородатый дядька, тоже там очень известный человек, в общем, для меня это были люди какие-то просто святые, и когда я их увидел первый раз на пляже, на нашем, я такой, я просто вообще ничего не мог срастить, вот, а мне еще нужно ему что-то рассказывать, показывать волны, вот, Сара Сатан, это один из лучших там лонгбардистов в мире, и, вы знаете, а мне было же интересно, блин, кто же такой серфер-то, потому что в России это особо никого не видел, ну, и вообще-то такое начиналось, типа, мне было интересно, кто такой серфер, как вообще он о чем думает, и вот в этот момент случилось следующее волшебство, я понял, кто это, о чем он думает, чем они, как бы, вообще живут в жизни, и я осознал, что им ничего не нужно вообще, в принципе, им нужно, жили очень скромно, вот так, а я-то думал, там, блин, суперзвезды, надо им какие-то условия, и все такое, им вообще ничего не нужно было, и они мыслили о том, ну, как бы, во-первых, восхищались всей этой красотой, и, как бы, через их глаза я тоже стал влюбляться еще больше в свой регион, и просто, вот, посмотрите фотографии, они напечатаны были в серфер-магазин, в журнале, вот, представляете, это все из журнала, который на тот момент печатался в 70 странах мира, и в 2012 году абсолютно весь мир, как бы, серферский, заговорил о Камчатке, они такие, да ладно, это что за красота вообще, вот, кроме, в общем, весь мир узнал о серфе на Камчатке, кроме, там, моего соседа, и вообще всей остальной страны, понимаете, вот, а журнал на тот момент был, ну, круче его не было, у него такая старая история, но для меня было это другое, я понял, что после них, вообще этого общения, я увидел, как они живут, что, в принципе, им ничего не надо в жизни, кроме волн, я это осознал, увидел, и я понял, что, блин, короче, я вот серфинг никогда не брошу, и никто, и ничто меня не остановит, и никогда, и даже если мне будут говорить, что это все фигня, вот, я просто буду идти дальше, потому что, когда они улетели, я ходил вот так, просто, я ходил, у меня, я светился, потому что, ну, представляете, какое событие, я был, ну, как мальчик, я реально ходил за ними по пятам, даже смотрел, что они там делают, как они зубы чистят, они, кстати, очень долго чистят, ну, америкосы, потому что я еще думаю, блин, что так долго-то, просто ходят там на пляж, чекнут волны, вот, и когда они улетели, я все, думаю, блин, серфинг мое, я буду заниматься этим всю жизнь, сто процентов, вот, и они очень сильно качнули, и даже российскую аудиторию, потому что вышел фильм, вышла книга, его книга завоевала все возможные вообще награды на, там, итогах года серферских, там, международных, вот, видео тоже, и уже российские серферы, и ребята, кто живет там в регионах, когда стали интересоваться этой культурой, стали потихонечку приезжать на Камчатку, я думаю, ну, все, сейчас понеслась, дела пойдут, вот, но буквально через год еще один проект, мне также пришло письмо, это Nixon Surf Challenge, называется так, соревнования, они международные, пригласили, там, 20 серферов со всего мира, и мне уже сказали, Антон, ну, это, понимаете, после Буркарта, они сказали, вот, там, чувачок есть, свяжитесь с ним, типа, пожалуйста, помоги нам, ну, сорганизовать соревнования, будь нашим серфгидом, я такой, да ладно, и говорит, сколько тебе заплатить, ну, а там тоже, что не имя, то, как бы, господи, спасибо, что приехал сюда, вот, я думаю, я, верните, пожалуйста, назад, я думаю, да ладно, ну, я буду, и мне еще заплатят деньги, вот, но денег я не попросил, хотя нет, мне заплатили, что я попросил, как вы думаете, да, я попросил у них доску, она сейчас тоже у меня в музее прокат, такой у меня есть, и таких досок, как оказалось, всего три в мире, вот, и она, как бы, до сих пор живая, можно кататься на ней, и у меня там тоже они какие-то денежки заплатили, но я с этой доской вообще не расставался, там, первое время, Nixon Brand сделал часы, как вы видите, что напоминает? Россия, правильно, да, это Триколор, в общем, я еще смотрел, как иностранцы подходят ко всему этому, да, там, к соревнованиям, к путешествиям, к какому-то контенту, как очень серьезно, то есть, бренд заморочился, сделал часы, лимитированная серия была, 100 часов, у меня были такие, почему говорю были, потому что этот океан, который, да, у меня их забрал, но поверьте мне, когда у меня они были, я время показывал просто вот так, ну, там, сколько, я, сколько время сказать, на, вот, особенно, когда я прилетал куда-то в другие страны, ну, эти, как бы, их узнавали, часы эти, такие, блин, а почему-то, ну, иностранцы спрашивают, это же Nixon, а что такое, я говорю, так это же старевая, они такие, а, да, точно, вот, к сожалению, потерял и не найду, вот, и, вы знаете, тоже оказались ребята очень простые, хотя там были именитые спортсмены уже, они фрисерферы, как это было с калифорнийцами, у них контракты, они участвуют в мировом туре, я думал, блин, насколько они простые, но как они классно подходят к этому делу, к созданию, ну, вот, контента, снимают, что там операторы заняты своим делом, как они это все обсуждают, у них какая-то такая атмосфера была, не то чтобы, причем они видятся все редко между собой, но друг друга знают, но как будто они все братья, и у меня вот эта, их, как бы, любовь и ценность перешла дальше, но как вы думаете, у них был райдер, естественно, там, нам надо то, все-все-все, что еще, что у них было одной из первых, там, чуть ли не в пункте, это вот эта тачка, которая была тоже Крис Баркарта, и они сказали, Антон, пожалуйста, найди нам ту же машину, вот, потому что их отношение к нашей разрухе, к нашим вот этим пятипанельным домам, которые просто у нас города-побратимов очень много, и вот мы сейчас были в Мурманске, я такой, блин, ну, там 6-8-9-этажные, я такой, блин, как будто они уезжали из Камчатки, вот, я думаю, в других регионах такая же история, но вы знаете, тоже они говорили, как красиво, а это май, если калифорнийцы были в конце, там, августа-сентября, это суперкрасочное, там, ну, зрелище, осень на Камчатке, то эти ребята были в май, а в май это, ну, вот май в Москве, что это такое, или, а нет, у вас уже все зелененькое, красивое, да, ладно, у нас лежит снег, этот, собачьи дела все, песок черный вот этот, которым посыпают у нас дорогу, потому что, ну, у нас другого нет песка, вот, и все грязное, черное, но, тем не менее, они говорили, Антуан, как у тебя тут красиво, что за вулканы, я такой, ну, да, да, красиво, а мне наоборот, я стеснялся, думаю, блин, только их вот туда не везти, они говорят, вези нас в бар какой-нибудь, я такой, не-не-не, туда не надо, там все очень плохо, потому что, например, когда приезжали туристы в эти годы из России, они говорили, а что у вас землетрясение недавно было, типа, что с городом, вот, сейчас, конечно, он получше, а ребята на это смотрели, как на арт-объекты, для них это все офигенно, красиво, там, белье висит на, в этой веревке от сопки до дома, красотища, все, они там фотаются, вот, ларьки вот эти с вывесками, знаете, там, царские черечевички, у нас есть такой там магаз, уже, наверное, нет его, вот, и все вот это, и там такая девушка с сапогами, вот, и все вот это у них вызывало только наоборот, вот, ну, не расстройство, как бы, искусство, были классные волны, ребята сняли опять фильм, фотографии, все это, весь мир это все облетело очень быстро, потому что это супер известные люди, и опять же, в 14-м году, там, или в 15-м, весь мир заговорил о Камчатке, как о серф-явлении, кроме, там, моего, опять же, соседа и всех остальной России, вот, вот, уже они улетели, естественно, все, я был опять окрылен, вдохновлен очень сильно, что, блин, на Камчатку приезжают, просто, если бы мне в те годы сказали, Антон, ты что, не парься, у тебя будут к тебе прилетать люди, вообще, не расстраивайся, я бы сказал, да ну нафиг, не может быть, вот, в 15-м году мне посчастливилось попасть в сборную России, это была первая сборная, которая поехала в Перу на чемпионат стран, мы участвовали, естественно, все это за свой счет было, потому что, нам говорили, сборная России по серфингу, куда вы там едете, что это такое вообще, иди, езжайте сами, вот, единственное, что мы сделали, и, как бы, ну, наше, как сказать, спонсорство, это мы сделали футболки, вот, все летели сами по себе, там, я даже доску с собой не взял, представляете, чувак полетел на соревнования по серфингу без доски, потому что я летел с Камчатки в Перу, представляете, как я летел, вот так вот, и это было очень долго, но мы вызвали, участвовало 25 стран со всего мира, такие, как там Америка, Австралия, ну, в общем, метры просто серфинга, вот, мы вызывали неподдельный интерес, потому что всем было интересно, что, что за серфер-то российский, как он выглядит вообще, как, кто это, вот, у нас куча интервью было, мы рассказывали, но самый прикол был, когда проезжали сборные, там, не знаю, Португалии, там, Америки и так далее, у них все красиво, так у них, у них там свой микрик, массажисты, тренера, там, фотографы, короче, и мы пешком, там еще было, знаете, какой прикол, мы ездили на общественном транспорте, там микрики эти, ну, это реально, вот, как кино, Латинская Америка, все там с этими курами, козами, там, вот это реально, как в фильме, и нам приходилось 800 метров пилить до, ну, места старта, где там все собирались, спортсмены, и сборные так все проезжали, с флагами, и мы идем, в такие футболочках, я вообще без доски, как бы, ну, я в прокат ее взял, вот, потому что мне дорого было ее везти, за все перелеты нужно было платить, и это, короче, сумма выходила, как, ну, реально, как две доски, я такой, да иди, как, в смысле, я не, я без доски, вот, и еще прикол был, волны были тоже большие, я на таких никогда не катался, вот, но мы до этого тренировались пару дней, и волны были, ну, нормальные, там, среднего размера, комфортные, длинные очень, я еще такой, нифига себе, и на них все получается, вот в чем прикол, они очень правильные, я такой, о, прикольно, что-то может даже засветит, пройти куда-то, а когда были соревнования, перед стартом собрали капитанов и сказали, ребята, готовьте лиши для Big Wave, ну, то есть для больших волн, потому что завтра приходит, там, какой-то мега-свелл, и мы такие, лиши для Big Wave, в смысле, я говорю, у меня доски-то нет, какой лиш, вот, ну, когда Серега нам сказал, ребятам, надо нам лиши для Big Wave, типа, я говорю, чувак, у нас вообще ничего, вот, это смешно было, но, тем не менее, из 25 стран, если я не ошибаюсь, то мы заняли, по-моему, там, 20-е или 19-е место, понимаете, для нас это было офигеть просто, и вот, как бы, это тоже спровоцировало некую, как бы, ну, как сказать, причастность, там, России в этом, да, и в регионах, когда выходили статьи, там, о, сборная России, поехала, а, кстати, у нас очень большой, был трафик просмотров из страны, потому что они там все это отслеживают, это очень важно для них, ну, для интернешнл серфа-сетации, вот, они сказали, что был колоссальный трафик из России, типа, все смотрели, болели, вот, и тоже вся эта информационная движуха понеслась, и, как бы, о серфинге в России уже стали говорить, как о каком-то явлении, что стали появляться, там, какие-то школы, люди путешествуют, там, в другие страны, ну, выезжают отсюда в лагеря, там, и так далее, вот, я вернулся, и, представляете, опять приходит письмо, там, 16-й год, мне пишет Сара Сатан, который был в первой экспедиции, вот, с этими, с калифорнийцами, и он сказал, Антон, я, мне так понравилась Камчатка, я прилечу еще с одним проектом, пожалуйста, хочу тоже тебя поснимать, ну, будь серфером в этом кино, я такой, чего, я серфер, меня серфер, меня серфер назвал серфером, вот, он снял классный фильм, и чтобы понять о подходе к этому, и о, вот, всем, что рассказывал, что для них это не разруха, а арт-объекты, вот, видео, да, сейчас будет? Через три слайда. А, через три слайда, ладно, вот, но расскажу немножко концепцию, то есть, он увидел там из вертолета давным-давно, когда был с Крис Баркер, там, волну какую-то, которая ему понравилась, позвал меня как серфера, и сказал, опять же, сколько тебе заплатить? Типа, сколько будет стоить твоя, вот, ну, как бы, услуга и участие? Я такой, я просто офигел такой, серьезно, я говорю, не, что я сказал, как вы думаете? Да, все, я бы сказал. Конечно же, я ему сказал, привези мне, пожалуйста, настоящий лонгборд, профессиональный, потому что я люблю эту дисциплину, и занимался, и тогда очень сильно там, и сейчас, вот, привези мне калифорнийский лонгборд, типа, прям, от настоящего шепера, он мне его привез, она до сих пор там в лагере, к раздевалке прибита, вот, и причем доска там розового цвета была, и я вообще с ней ходил, вот, ну, короче, очень с ней гордился, вот. Вот, мы улетели на вертолете час, это, лететь от города, нашли это место, блин, я сам там был первый раз, там никого, кроме, как оказалось, рыбаки там были, которые барканьеры, они ловили рыбу и делали икру, и когда увидели вертолет, они подумали, что прилетели за ними, ну, как бы, их арестовать, потому что у нас с этим все жестко, естественно, они какой-то улов, который у них был, выкинули сразу в этот, и к нам, мы делаем лагерь, ставим палатки, заборчик от медведей, потому что там все было в следах, забор это такой электрический, там, они, ребята, с собой взяли, вот, и там картина такая, что через речку переплывает лодочка, они вообще офигели, что, в принципе, кто-то тут есть, они, как, мы летели час, вот, на вертолете, и тут идут ребята, вот, шел рыбак с ружьем в руках, такой пошатывался, видимо, либо устал, либо выпил до этого, вот, он подошел к нам, естественно, у ребят страх в глазах, они думают, так, что за фигня, вот, и он мне начинает говорить, говорит, а вы, что, кто, я говорю, ну, мы там серферы, вот, это калифорнийцы, снимаем кино, вот, он говорит, а, а что, не могли предупредить? Я такой, так как, я не мог срастить и не мог ответить на этот вопрос, типа, ну, ладно, как предупредить, позвонить, что ли, вот, в это время ребята стоят рядом, потому что они испуганы, они все это слушают, и они не понимают, о чем мы говорим, и по нашей мимике лица тоже и жестами, непонятно, о чем речь, вот, и он говорит, так, ага, прилетели, водка есть? Я такой, да, блин, ну, мы не пьем, ребята кино снимают, спортсмены, так, американцы, ты говорил, да? Значит, виски есть? Я говорю, да, ну, нет, ну, виски нет, мы не пьем, правда, он такой, ага, и вдруг он замечает вот этот забор, заборчик, это выглядит так, небольшие палочки, как палаток, и такая тоненькая беленькая нить, он говорит, слушайте, а это что такое, я такое не видел, я говорю, ну, это, ребята, забор вот стоит от медведей, он такой на меня смотрит, ты что, он вас просто сожрет, блин, если его током еще ударит, а он говорит, а что вы тут будете, где кататься-то, я говорю, да вот волна классная, он такой, ну, я ему показал, она там недалеко от берега была, он говорит, а, да медведь там тоже проплывает, потому что рыба, я такой, ну, ребята, хорошо, что-то не знали, вот, и, понимаете, когда мы это все говорим, в моменте он передает мне ружье, и калифорнийцы стоят, и просто, они бледные, еще ниже просели вот так, и они ничего не понимают, что это за русский, что с ним происходит, вот, и он мне говорит, на ружье, блин, только его заряженным не держи, иногда оно не стреляет, и вообще лучше, как бы, и не стрелять, в принципе, вот, вот, и вот мы ночевали так 4 дня, жили в палатке с диким страхом, потому что любой шорох, мы вылетали из нее, мы жили, причем у нас было много палаток, а в итоге мы жили все вместе в одной, вот, ну, вдруг там статистика какая-нибудь, кого-то вытащат, кого-то нет, вот, вот это красивое место, я тоже сам офигевал с него, вот, и мы спали только днем, и вот, чтобы понять весь вайп, который он потом посвятил в это кино, и как они относятся к нам, вот, пожалуйста, да, сейчас будет, ну, это буквально, там, на несколько, там, секунд, не знаю, полминутки посмотрим, вот, да, там очень классный саунд, сейчас поймете. Россия! Россия! Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эта коса, мы на ней жили, и там все было в медведях абсолютно. Так, ага, спасибо. Вот, ну это небольшое видео, можно включать свет, да, о том, как... Ну, видели, да, весь колорит этот? Ну, жесть. Жесть, жесть. Но для них это, видите, все прикольно, красиво, и они к этому так подходят. Вот. Я думаю, когда же закончится вся эта история с этими иностранцами, но не перестается она до сих пор. И уже там в 16-м году уже Бразилия, представляете, оттуда приходит письмо, потому что этот фильм тоже, ну, потряс весь мир. И ребята уже из Бразилии написали, Антон, хотим тебя снимать на Камчатке, у нас крутая история для там бразильского какого-то экстремального канала. И там концепт такой, что кругосветная яхта вышла из Тасмании, шла там 45 дней до Камчатки. Это вот ее капитан Роджер, он классный дядечка, он на этой яхте живет уже 25 лет. Но со стороны, когда я первый раз увидел, а когда они рассказывали про эту лодку, про этого капитана, я думал, Роджер, еще имя такое, ну, типа, ну, по-любому, там, без ноги, как-то такой пират мощный, либо там такой дядя. А там со стороны, ну, просто дядечка какой-то, и фиг скажет, что он даже там от Арктиды все прошел. Вот. И там какая задача была? Путешествовать по Камчатке, снимать и находить новые волны, и дойти до Курил, вот, что мы сделали, и это все было две недели. Мы жили в яхте. Бразильцы первый раз видят снег, вот, и это для них было супер потрясающее, как бы, явление, когда мы сняли Фины, я им говорю, пойдемте, как на сноуборде погоняем. Вот, и мы там катались, и они до сих пор это помнят. Вот, мы со всеми ними, кстати, о ком я говорю, до сих пор иногда даже встречаемся и там переписываемся, вот. И опять же, они сняли, вернулись в Бразилию, показали фильмы, вот. Сёрфт Сиберия, также проект зародился на Камчатке, не знаю, слышите или нет, который прирост на в прибой. Потом, сейчас Путь за мечтой, фильм, что-то они там еще хотят снимать, вот. Так, это все можно дальше прокрутить. Вот. И мы уже подходим с вами к, это тоже, вот, подходим к этому проекту, который называется, назывался, точнее, Россия зовет. Вот, это австралийский проект, который, потому что я уже был ковид, уже никто не прилетает, я думаю, ну, все, наконец-то все, больше нигде участвовать не буду. Вот, но нет. Режиссеры, это вот ребята Спенсер и Гай, это восходящие звезды, там, фильмекерс австралийского. У них в 21-м году фильм года признали, они там снимали про Исландию. И вот выбрали Камчатку, они изучали нас очень долго, всю нашу школу эту, всю нашу движуху российскую. И написали мне, и сказали, что мы хотим снимать кино. И вот этот проект уже, мы конкретно там представляли себя, как герои будут про нас снимать, мы вместе с ними снимаем. Вот, у нас была куча зумов, серьезная подготовка, они готовились к этому, там, около трех лет. И вот, все классно, проект назвали они Россия зовет, у них уже был готов даже весь мерч под это, там и постпродакшн, в общем, все шрифты и так далее. Но прилетели они 21, 22, нет, прилетели 24 февраля, 21, 22 года, да, именно так, когда все это произошло. И когда мы встретились в аэропорту, я им сказал, чуваки, ну пока вы летели, тут это, это самое, ну как бы вам, конечно, с одной стороны классная новость, доллар поднялся. С другой, ну, у вас бюджет фильма еще больше станет, вот, с другой стороны, как бы вот такая тема. Но они это стали уже чувствовать в Москве, потому что они там еле как прошли таможню, причем у них куча оборудования, и это все там видеокамеры дорогущие, там дроны какие-то. И не вот такие дроны, а там, ну реально здоровые. Вот, но тем не менее, они это уже поняли, и мы просто в аэропорту обнимались, для них это был долгий путь, чуть ли не там не до слез. Вот, какой концепт фильма? Мы снимали 2,5 месяца, для меня это было одной из самых ответственных и тяжелых, ну как бы, даже не скажу это, работ, скорее всего. Вот, опять же, путешествовали на Камчатке, летали на вертолетах, на снегоходах, это все зима, и ребята показали вообще такую красотищу, ну и показывают, потому что фильм до сих пор, вот недавно закончились только, это все спойлеры из фильма, фотки. Фильм прошел презентации, премьеры, точнее, в Америке, в Австралии, в Австралии, в Австралии, короче, два раза сделал запрос, то есть прошел тур по Австралии по всей, и ребята выходили из залов, там друг другу рассказывали, блин, фильм, надо еще раз делать, фильм крутой, вот. В общем, в Европе, в России тоже выкупили права ТНТ премьер, вот, не знаю, когда там будут показывать, в общем, это все кадры оттуда. У нас с ними, во-первых, австралийцы оказались максимально близки по нашему менталу, это реально, у нас даже приколы были одинаковые некоторые, я не мог себе поверить, серьезно, причем, которые в детстве там были, понимаете, там, когда мы угорали, я такой, да ладно, вот. Вот, мы жили, ну, как бы, они жили там на Северной долине, у нас такая база есть, иногда на пляже, тоже ребята оказались очень простые, и пока они меня учили мировому серфингу, я их учил быту, как выживать, как бы, вот в таких условиях, потому что они даже не умеют, они умеют серфинг классно, но не умеют банку железную, там, консервную открывать ножом, умеете? Ну, кто-то умеет, да? Вот, просто у нас был прикол, мы там приехали в лагере, три дня уже живем, или четыре, там, не помню, еда заканчивается, остались консервы, и они начинают ругаться, слышу разговор, что кто-то из них забыл открывашку, ну, типа, консервный нож. Что-то там, ты забыл, ты забыл, нет, там, что-то угорают, ругаются, я беру нож, хватаю банку, типа, открыл, и они такие встали, типа, как ты это сделал? Я их давай учить, но когда Спенсер, это, ну, один из, там, он главный у них, причем мы с ним так похожи, капец, там, фотку прикладываешь, это реально, как будто мой брат, вот, и мы, и у него фамилия еще Фрост, это Мороз, у меня Морозов, ну, как переводится, и он, когда, как бы, нож проткнул, а потом начал это делать, я думаю, все, сейчас палец от этот отлетит, я говорю, так, нет, потом второй понял, что не надо, потом мы учились рубить дрова, вот, и они все время ставили на меня бабки, типа, разобью я с первого раза полено или нет с топором, вот, и когда топор застревал в середине, они такие, начинали угорать, такие, все, типа, ты проиграл, что делать дальше, как, что там, да, перевернуть, вот, и когда перевернул, это все разлетелось, они такие, да ладно, не может быть, вот, но они иногда там были у нас дома, короче, мы настолько с ними, не знаю, сметчились, подружились, что до сих пор это все происходит, и самое классное, что они в этом кино, которое до сих пор идет и будет идти, показывают, какие мы классные люди, я имею в виду, мы это россияне, вот, что мы там, потому что в моменте мы писали, вернитесь домой, у вас там, война, все стреляют, они сидят в бассейне, в термальном, у них там краб, типа, икра, такие, да тут вроде ничего нет, мы все нормально, мы снимаем кино, вот, и, но проект называется, не россия зовет, как вы поняли, потому что все остальные, у них же очень много договоренностей, и вообще у них один из спонсоров был нетфликс, вот, естественно, сразу нет, вот, но тем не менее, ребята проект не бросили, был прикол, когда у них перестали работать, они сначала, конечно, обрадовались, что доллар растет, такие, еее, вот, а когда у них перестали работать визы, и они даже, мы приходилось им покупать, покупать шоколадки, ну, там, в магазине, вот, и мы сидели у нас дома, у них была депрессия жуткая, типа, как же нам, типа, платить, а все уже, ну, там, нужно за вертолеты, за все, за все, и мы сидим, они расстроены, для них это дикая проблема, и тут просто Йола, это вот наш генеральный директор и моя супруга, и решает эту проблему просто за минуту, и говорят, так, пускай их друг в Австралии, или кто-то из них есть, там, на Бали, например, отдыхает, перевьет ему деньги, а у нас там друзья живут, короче, она какую-то эту схему за две минуты раскидывает, и все, и, то есть, наши друзья, там, менялись с ними деньгами, эти деньги переводили нам на карту, и мы уже снимали, в общем, ребята офигели с нас, как мы быстро решаем проблему, потому что нас, как бы, россиян сложно чем-то зафигачить, а для них это стресс, понимаете, вот, и называется фильм теперь «Камчатка», все очень просто, «The Conners of the Rings», «Камчатка», пожалуйста, вот, что они там показали, естественно, зимний серфинг, потому что сейчас это набирает популярность, и для меня зимний серфинг является вообще очень важной частью в жизни, потому что там в 11-м году я зашел первый раз в океан зимой, а как вы думаете, почему это сделал? Потому что на Камчатке зима 7 месяцев, кататься, блин, хочется, я вот еще опять же увидел кино, канадские серферы катались зимой, я такой, нифига себе, что мы тоже будем, можем, все, вот, тогда нормального оборудования не было, но когда я первый раз приехал зимой на океан, потому что до этого я его не видел, и вообще никто не знал, как там зимой, никто туда не ездил, потому что дорогу переметает, вот, летом-то уже понятно все было, там более-менее лагерь был, и когда я увидел зимой океан, я такой, да ладно, это что за красота, как такое вообще может быть, когда солнце встает из воды, это вот рассвет, там тебе, да, холодно, вулканы, все белое, эти хрустальные волны, вот такую, представляете, фотографию вообще увидеть, даже с ума сойти, хрустальные волны, а еще я стал замечать, что зимой волны круче, чем летом, ну, типа, качественнее, я такой, так, что такое, почему так? Потому что ветер дует с берега все время практически, и каждый день солнце, ну, почти там каждый день, солнечные дни, вот, и так я влюбился, опять же, за того, что увидел эту красоту, мне больше даже поразило, как это красиво, и ты еще в черном костюме идешь по снегу с доской, это вообще, вот, и мы стали это все транслировать, опять же, через контент, через какие-то интервью, фильмы, и вы знаете, опять сработало, как и тогда, люди такие, так, зимний серфинг, летний уже что-то надоел, надо попробовать зимой, и теперь это нормальное явление, когда человек, там, приезжает на Камчатку, и идет, как бы, в океан зимой кататься, и для него это уже неотлемливая часть, типа, я должен, там, скатиться с вулкана на сноуборде, либо на лыжах, и зайти, там, в океан, вот. Мы, естественно, из-за того, что у нас огромнейший опыт в зимнем серфинге, через, там, нас прошло вообще все бренды гидрокостюмов, которые только есть практически, даже которые новые появляются, мы тут же их покупаем и тестируем, вот. Мы вычислили, как комфортно человеку провести урок и минимально навредить ему, вот. Вот это урок, кстати, это шуга, такое явление, и когда у меня ребята были на уроке, они сначала стали орать, Антон, помоги нам, пожалуйста, надо отсюда убегать, они подумали, что это лед, и сейчас нас всех, там, скует, типа, мы не сможем никуда двигаться. Это такое явление шуга. Вот, это все вот зимний серфинг, красивые фотки, и потихонечку люди, вот этот процесс зимнего урока, стали прилетать зимой кататься, и мы уже стали делать зимние кемпы, которые совмещались со сноубордом. И, ну, это супер красота, конечно, вот. Да-да-да, это все вот зимний серфинг. И уже, знаете, уже даже подростки зимой мне задают вопрос, так, Антона, когда мы поедем на океан зимой? И постепенно вся эта история нас приводит уже в наше время, и лагерь уже Snow Wave. Это, во-первых, огромная команда, даже тут сейчас есть, там, вот, Елена наша управляющая. Елена, привет. Матвей, фотограф очень крутой, и в то же время телохранитель. Матвей, привстань, по-моему, там, два метра такой. Да-да-да, две вставки, фотограф-телохранитель. И за счет этого, все это истории, которые вы прослушали, люди стали в это верить. Мы перенесли весь этот, как бы, ну, вайп у иностранцев, всю эту трушность, потому что мы никак не подходили, я не думал о какой-то, там, коммерческой истории, вот, о каком-то бизнесе. Бизнес, что это вообще такое? Вот, я вот знаю, серфинг, да. Вот, и постепенно, постепенно люди стали приезжать, находить в этом месте какое-то, не знаю, отдушину, да, скажем так, от своих каких-то проблем, находить друзей, которые до сих пор общаются. Некоторые ребята даже путешествуют в мире. У нас, блин, прозвучит, конечно, жестко, блин, как Дом-2. У нас уже есть там люди, которые познакомились, поженились, вот. Вот, у нас есть истории, когда я там учил отца на доске, а теперь я учу его сына. Ну, то есть, вообще, и я со стороны это все наблюдаю, как бы, мне иногда это не верится. Думаю, блин, ну, нереально, это что-то, это не со мной, это не с нами. Вот, мы развили инфраструктуру, естественно, в первую очередь, когда мы жили на океане, нам стало очень-то, как бы, некомфортно жить, потому что, когда ты 4 месяца там живешь в палатке, это не очень история, вот. Ну, нет, имеется в виду, не как сейчас вы, ребята, живете, когда у тебя нет ни туалета, ни электричества, вообще ничего, ни воды, вот. Вот, мы обустроили, естественно, у нас есть разное проживание, есть чем заняться, там, скейт-рампы, есть ресторанчик, где можно, там, завтрак, обед, ужин, господи, ну, и разное проживание, вот. Сейчас вы можете увидеть, какая атмосфера в лагере, и тем самым мы передаем, как бы, все это наследие, всю эту историю дальше, и ребята, приезжая на край земли, оказываются в центре событий, потому что у нас часто бывают приколы, когда приезжают, там, какие-то, там, звезды, приезжают ребята, которые друг друга не видели в России даже, там, просто знакомые, по 5 лет такие, о, блин, это же мой кореш, я тебя давно не видел, там, вот такое бывает, вот. Все это мы соединили в наш фестиваль, который в том году мы протестировали, он называется «Снег-волна», и наш, как бы, лозунг – это «Во имя волн, снега, любви и свободы», вот, мы соединили, там, сноуборд, скейт и серфинг, 3S, такая есть эта история, позвали ребят из России, таких именитых, там, сноубордистов, скейтеров, вот, вот они все, вот. И, а, и мы угорали, вот, там, скейтер крутой, там, Никита всех, Никита Замеховский, не знаете, знаете, такого, это вообще классный чувачок, который повлиял на меня, Женя Исаков, там, чемпион неоднократный, и мы такие, а что тут делает Дмитрий Сычев, да, это футболист, вот, постоянно такое было. Ну, Дима просто фанат тоже серфинга очень сильно. И тоже концепция, то есть, это ребята со всей России могут в этом участвовать, никаких там спортивных разрядов не надо, и в рамках этого всего проходит еще какая-то такая образовательная программа, где там у нас хедлайнеры проводят лекции, ну, короче, вайп очень крутой, плюс детская история, контест. И у нас был классный день, когда мы соединили сноуборд, то есть, мы утром проснулись, поехали на вулкан 30 минут ехать ровно, и когда ребята, хедлайнеры, кстати, большинство из них были первый раз там на Камчатке, стояли в сноуборд-ботинках со сноубордом, и такие, да ладно, ну, мы же только что были на океане, как это вообще такое возможно? Вот, мы попрыгали, поснимали, и в этот же день мы на закате провели контест по скейту. Вот, ну, это реально какое-то, там, Калифорния, знаете. Вот, естественно, на этом всем мы не остановились, и для нас очень важная, одна из наших миссий, это передавать всю эту наследственность, всю эту культуру, потому что мы живем ей, болеем, до сих пор там ее изучаем. Это, естественно, новому поколению, вот, но вернемся в 13-й год, смотрите. И так как я уже об этом задумывался, и мне хотелось всегда там детей вовлекать в это, несмотря ни на что, потому что на тот момент, ну, как бы серфинг еле-еле там все понимали, а тут еще я говорил, можно ребенка попробовать, ну, я только попробую, получится или нет. Потому что на сноуборде уже там детей тренировали, все классно было, вот. А серфинг был страшен для всех, и мне никто не давал детей, вот. И я обратился к самому, своих у меня не было, вот, обратился к самому брату, у него как раз он был. Это Мирон, вот, первый подросток, точнее, нет, мальчик, ему здесь 5 лет, с которым я зашел в океан, он дико испугался, он стал орать, я вообще не понял, что с ним делать. Мы только вроде легли, он истерил там, плакал, вот, но, в общем, я его заставил проехать. И через несколько лет, когда ему было уже 7 лет, он вернулся, и с того времени, вот он сейчас на экране, уже 10 класс, он помогает и работает в лагере, получает даже деньги за это, вот. Потому что я вообще ничего не получал, я просто шел в океан, вот. Влияет на других, потому что на него смотрят, и он член Камчатской сборной по серфингу. И вы знаете, сработала та же история, пример, потому что, когда ребята, люди приезжали на океан, и смотрели такие, ого, малой пацан едет на доске, так, там какой-нибудь Валера, ну-ка иди к этому дяде волосатому, быстро, вот. И меня, короче, стали закидывать детишек потихонечку, вот, какие-то тоже друзья, я стал с ними заниматься, мне всегда было это интересно, как это все работает, и насколько они быстрее научатся, чем я. Ну, это вообще, это, ну, как бы вы уже видели, да, там, уперство максимальное, вот. И вы знаете, потом такое началось, дети не переставали выносить мозг своим родителям, и говорили, пожалуйста, мы хотим на океан, привезите нас в лагерь, мы хотим кататься. И уже это достигло такого, что у нас просто не хватало ни костюмов, ни средств вообще, ни сил с ними заниматься, а денег мы с этого тоже не хотели брать очень, ну, там, потому что детский, как бы вообще, любое, что с детьми связано, это очень дорого должно быть, вот. И постепенно мы задумались о том, чтобы, блин, а может быть пора уже делать школу спортивную, типа детскую, вот. Мы обратились к нашему губернатору с такой инициативой, он поддержал ее, причем я был удивлен, до этого мне просто говорили, серфинг, спортшкола, ты что, волосатенький, иди-ка отсюда, дальше на свой океан, живи там в этой палатке, и не мешай нам тут развивать спорт на Камчатке нормальный, вот. Он поддержал, теперь у нас занимается 70 детей, это официально, вот, кстати, губернатору, на фотке. Прикольно, да? Типа, блин, он приходит на уроки, там, у него, конечно, мало времени, он хотел бы этого больше, вот. И теперь занимается 70 детей, мы совмещаем с ними скейтборд, зимой, пока я их еще не загнал зимой, но я потихонечку прорабатываю это, чтобы уже люди не говорили, там, что они умрут, вот. Вот, это вот наши подростки, как сказать, ну, фронтмены, хедлайнеры, там, подростков, они уже взрослые, кстати, там, большинство из них хотят связать свою жизнь именно, как бы, с этой индустрией, поступить, там, на физкультурно-спортивное образование, ну, образование, там, и так далее, вот. Зимой с детьми мы занимаемся в бассейне, потому что это неотлемная часть этого, потому что, знаете, какой был прикол, когда мы, вот, открыли школу в государство, они приезжали, там, три раза в неделю, мы занимались, все было классно, а потом, когда мы пришли в бассейн, и ребята сняли гидрокостюмы и положили доски, я говорю, ну, ребята, прыгайте в басик. Они прыгнули, и половина из них даже больше стала просто тонуть. Ну, не тонуть, я просто увидел, что, оказывается, не умеют плавать, а, ну, в моем, как бы, возрасте, мои сверстники, я помню, в эти годы, ну, все умели плавать, ты, как бы, ты, извини, лошара, если ты не умеешь плавать, вот, ты не можешь в речке выжить, как бы, тебя там, ты в озере утонешь, типа, вот, оказалось, что нифига не умеют, даже по собачьи, и они просто половина топориком шли на дно, вот, и поэтому мы такие, так, ага, значит, спортшколу по серфингу нужен еще и тренер по плаванию, вот, и все, и тем, таким образом, сейчас очень большая команда работает, короче, мы их воспитываем, у нас есть уже медали, которые мы привезли, и надеемся, дальше все это будет развиваться все больше и больше, вот, теперь я предлагаю посмотреть тизер, австралийский, да, если, конечно, да, если есть вопросы, вот, давайте посмотрим австралийский тизер, чтобы понять всю эту атмосферу, и о чем я говорил, что это взрывает весь мир сейчас. Все говорят, что ссорфинг в Камчатке, вы crazy. Ангис, любой ссорфинг-сорфинг, чтобы скрыть нестеркнувшие, неизвестные слова. Ссорфинг-сорфинг-сорфинг, он неожиданно. Ссорфинг-сорфинг, он неожиданно. В общем, это неожиданно. что-то неожиданно. Мы в том, что, что-то, что-то, -все-все-все-все. Продолжение следует... 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 Просто понимаете... Только люди улетают... Ничего у нас не происходило... Ничего такого... К нам вообще никто не подходил... Там с каким-то angry... А тут просто украли деньги... Мы приезжаем... Начинаем... Забегаем в этот... В аэропорт... Я кричу... Полиции... Говорю... Ребята... Вас ограбили... Это международный скандал... А там еще... Ну как бы... Камчатцы... они узнают там всю эту движуху, тем более все знали, что снимается кино в Австралии, ну, в Австралийской, точнее. Они говорят, где? Я им говорю, да вот. А там, получается, стекло, ну, как бы, в пол. И прям видно, не стоят там вещи. Вот, говорю, вот-вот, австралийцев ограбили. А пока мы ехали, Йола увидела из тачки в остановке сидела тетка, или ты на улице уже видела, цыганка сидела и рассматривала, ну, типа, фантики эти. Потому что австралийские деньги, если кто видел, они, ну, такие прикольные, красивые, вот. И не промокают. И она, видимо, почти уже их выкинула, потому что, думаю, что с ними делать. Вот Йола-то спалила, они там побежали с полиции, забрали у них деньги. Она пошла в аэропорт, этот гривет, короче, стоит. Она подходит и возвращает ему вот так деньги. И они вообще офигели такие, да как? Как такое может быть? Настолько, что ограбили и вернули, вот. Ну, короче, такой у нас был прикол. Резюмируя, что хочу сказать вам. Спасибо, во-первых, что пришли. Спасибо команде Snow Wave, этому месту в Альп Индустрии. Кстати, я тут первый раз. Классный магазин, сейчас похожу потом. Вот. Резюмируя, скажу, что вот так простая мечта какого-то человека привела вот к таким, ну, к такой цепочке события. Вот. И мы продолжаем, мы любим свое дело, никогда это не бросим и будем дальше двигаться. Вот. Поэтому, если вдруг что-то залезло в вашу голову, о чем-то вы мечтаете, а вокруг вас говорят, какой-то ты херней занимаешься. Вот. То знайте, что может все привести вот к такой теме. Вот. Поэтому вам спасибо, что пришли. Огромное. Спасибо. Спасибо.